Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 21 год, я полтора года прожил и живу практически в полной изоляции. В реальности я общался, общаясь с лишь двумя родственниками. Конечно, есть общение в соцсетях, но это с настоящим общением сравнить невозможно. Учился тоже дистанционно. В раме этого года у меня начались панические атаки. Позже я научился их контролировать, нашла методики в интернете. Но радость к жизни это не вернула, я по-прежнему чувствую свое психическое состояние крайне неустойчивым. Мои родственники вполне неплохо ощущаются в данных условиях, я нет. Проанализировала соцсет и поняла, что панические атаки и внедренное моральное состояние напрямую зависит от нехватки общения с странными людьми. Но у меня есть странные причины продлить свой залаз от детей еще на год. В связи с этим у меня вопрос, можно ли как-то наладить моральное состояние не общаясь с людьми? Можно ли вернуть в жизнь счастье и эмоции самостоятельно? Пробовал спорт, пробовал заключать себя делами не работает. Летом было лишь легче, при хорошей погоде можно гулять. Но скоро зима, а значит снова затошение среди стен дома. Можете ли вы что-то посоветовать? Значит, спрашивает аноним. Да, вопрос в данном случае задается аноним. Ну, здесь, наверное, в первую очередь хочется сказать следующее. Если бы причины были реальными у вас, то я думаю, что панических атак у вас бы не было. Потому что вы бы не находились в конфликте с собой. А поскольку вы находитесь в конфликте сама с собой, ну и как результат у вас панические атаки возникают, то я думаю, что реальные причины, о которых вы говорите, не такие уж и реальные. Да, вы можете их объяснить, вы можете привести кучу аргументов, вы можете как бы рационализировать все что угодно. Вот это, в общем-то, вопрос ваших интеллектуальных возможностей, которые у вас, ну, вообще, очевидно, немаленькие. Вот, но правда в том, что сердце нет как раз. Не верите вы в эти причины, которые сами себе поставили или вам поставили. Да? То есть если поставили вам эти причины, то вы не верите людям, которые это сделали. Если вы, если поставили сами себе, то не верите себе. Вот. 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 Собственно, и весь ответ. Потому что, конечно, можно. Можно, ну, без общения с людьми, общаться, ой, не общаться, извините, можно без общения с людьми быть счастливой. Вот. Вот. Это сделать может. Но, как бы, необходимо развивать свой внутренний и внутренний мир. Это раз. Раз. Это первое. И второе, это то, что, ну, как бы, потребности общения, она, по-большому счету, всегда была, есть и будет. И это нормально. Вот. Поэтому я бы как-то вот в данном случае, наверное, не пытался об этом избежать. Вот. Потому что, ну, там, это нормально. На мой взгляд, повторюсь. Вот. То, что, в целом, я бы хотел вам сказать. То есть, я отдаю себе полностью отчет в том, что у вас, возможно, есть причины, действительно есть причины, но то, что вы в них сами не верите, и в этом ваш конфликт. Вот. Вот. А, признать, что у вас что-то не устраивает. Вот. Вот. И, как результат, начать, вот, что-то делать, да, как результат, начать, ну, двигаться, вот, в том направлении, в котором, да, ну, не устраивает что-то, да. Например. Вот. Вот. Вам сложно, тяжело, сложно, тяжело и так далее. Но это вот нормально. Вот. Так вот, что касается, что касается того, чем можно сказать, то здесь нужно смотреть, смотреть на ваши, интересы, ну, вот, в целом, ваши интересы, которые вот у вас есть. Вот. И, в целом, как-то уже вот на этом, наверное, обращать внимание, да, то есть раскрывать, что называется, вот, свой внутренний мир, да, открывать свои интересы, свои возможности, вот, и так далее. Ну, опять же, как бы, если у вас есть вот желание это делать. Если желания делать этого нет, вот, то, ну, как-бы, так-то, вероятно, никак. Вы не сможете вернуть, правда, счастье, эмоции с другой стороны, с другой стороны. И, на мой взгляд, это довольно важно отметить, с другой стороны. Вы можете, в идеале, договориться с собой, в какой-то степени, что сейчас ваше жизнь, на паузе и год вам нужно просто перетерпеть. То есть, ну, просто не жить, не прятаться, вообще ничего, как-бы, не делать, не получать никакого удовольствия, ничего вообще. Вот. А то ведь странная штука получается. Вы говорите, что, как-бы, ну, год на год вы себя от людей изолировали, это нормально. Но, а, хотите, под чего тогда? То есть, ну, вот, нужно, вероятно, признать, просто, просто признать, что, эм, год вы не будете жить, и, э, и, э, еще. Ну, просто, вот, не будете жить год, а потом, после года у вас все будет хорошо. Вот. А вы хотите изолировать себя и наступить на свои потребности. Ну, это, на мой взгляд, не лучший вариант для какого-то выхода из, ну, из, э, э, ситуации. Вот. Я бы, э, сказал, э, еще, что, на мой взгляд, есть некий парадокс в том, э, что, э, вы так нуждаетесь вообще в фильме? И его же себе запрещаете. А, мне кажется, что, это очень важная деталь, деталь. Потому что, как бы, напрямую влияет на то, как вы, собственно говоря, себя ведете, на то, как вы, собственно говоря, действуете. Вот. Если вы захотите на эту особенность взглянуть поближе, вот, то обращайтесь на личную консультацию, и вы, психологи, вам с радостью в этом поможем. Поэтому не только. Вот. Может быть, выигры какой-то можно найти, если вы действительно хотите, может, что-то еще. Вот. Э, э, ну, и цену. Да. Цену, то есть, придется какую-то заплатить, это важно. Если цены платить не готовы, да, как бы, если вот, ну, не готовы там чего-то терять, если не готовы там всем пораставаться, вот. Ну, как бы, вот, в контексте изменения ситуации. Или, наоборот, оставление ситуации, потому что, если вы изменитесь, вам придется заплатить какую-то цену, если вы, если вы начнете запменять, вам придется заплатить какую-то цену. Если вы, напротив, если вы, напротив, будете оставаться в том положении, в котором остаетесь, то тоже, в общем-то, ну, тоже будете платить определенную цену. Что называется. Вот. И, как бы, у всего в данном случае получается есть своя цена, и это нормально. Вопрос только в том, выключается, согласны ли вы на нее или нет. Вот. То, что хотел в данном случае я вам сказать сейчас, вот, ну, да, как бы, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии и так далее. Вот. Вот. Вот как-то так. То, что вы спрашиваете, да, можете ли вы мне что-то посоветовать? Вы поймите, поймите, пожалуйста, аноним, что мы психологи, мы не даем совета. Вот, мы решаем, помогаем людям решать проблемы, вот, и научаем людей решать проблемы. А советы, это немножко не про нас, вот, понимаете, да? Вот. Ну, как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формулирования основных постулат для работы, для психотерапии. Вот. И с этого все начинается и дальше идет развитие темы. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам принять решение сделать выбор. И ваша жизнь сразу на ладость. Да. И паническая атака возникает от каких-то мыслей. Вот, точно, хотелось бы, чтобы вы заметили. Я об этом сразу не сказал, да? Хотелось бы, чтобы вы понаблюдали, а вот в какой момент у вас, ну, в какой момент у вас начинается паническая атака? Что вы думаете? Или о чем вы думаете? Про что вы думаете? Вот. Очень важно, чтобы вы увидели сами. О чем или про что вы думаете? Вот. Ааа. Ограниченное вспоминание. Так. Какие мысли это ее вызывают. Или хочется чего-то, чувства какие-то или мысли. Это важно. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует...